Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила, да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, милая моя. Теперь время этой молодёжи быть так дерзко вызывающе счастливой. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно было жить, если бы оно вернулось, но того человека, который испытывал это приятное, уже не было. Это было как бы воспоминание о каком-то другом. Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, фактом свершившимся. Тогда как несчастье никогда не бывает события, а несчастье есть жизнь. Длинная жизнь, несчастная, то есть такая жизнь, в которой осталась обстановка счастья, а счастье и смысл жизни потеряны. Свобода? Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать её желаниями, её мыслями, то есть никакой свободы. Вот это счастье. Человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, это хуже, чем нечестный человек. Человек, это человек без сердца. Можно просидеть несколько часов, поджав ноги в одном и том же положении, если знаешь, что ничто не помешает переменить положение. Но если человек знает, что он должен сидеть так с поджатыми ногами, то сделаются судороги, ноги будут дёргаться и тискаться в то место, куда бы он хотел вытянуть их. Неприлично преждевременно составлять суждения Мысль и слово употребляются не на то, чтобы служить руководством человеческой деятельности, а на то, чтобы оправдывать всякую деятельность, как бы она ни была преступна. Я не мог бы клясться в том, что буду исполнять волю людей, так как я по христианскому закону должен всегда исполнять волю Бога, которая может не сойтись с волей людей. Вся история человека только в том, чтобы разрешать противоречия разумной и живой природы. Не могут просвещенные люди не знать того, что поводы к войнам всегда такие, из-за которых не стоит тратить не только одной жизни человеческой, но и одной сотой тех средств, которые расходуются на войну. Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. Среди тех ничтожно мелких искусственных интересов, которые связывали это общество, пропало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? Вот это вы, нынешняя молодежь, вы кроме тела ничего не видите. Наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком. Не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его. Не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезни и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученья. Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности – ум человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова